здравствуйте снова я Людмила Бугуш и снова английский тайм-менеджмент и сегодня хочу вам рассказать о том как можно сделать так чтобы когда вы занимаетесь английским вас ничто от английского не отвлекало и так я рассказываю о моих лайфхаках во первых я всегда смотрю на то что меня может отвлекать то есть я на английский смотрю как на очень важную задачу которая обеспечивает меня выживание я понимаю зачем мне этот английский нужен и поэтому я начинаю с того что я ставлю телефоны в режим не беспокоить все устройства я ставлю в режим не беспокоить то есть я самолете я понимаю что если я пропущу английский язык то может быть я решу какую-то краткосрочную проблему сейчас но я точно получу очень большую проблему в будущем поэтому для меня пропускать английский язык это неправильно это раз второе я же знаю что это я назначил английский язык на это время и это вообще вопрос чести и это вопрос искренности по отношению к самой себе если я назначила я решила потом я не делаю то кто и после этого то есть получается что если даже я сама себя предаю то все остальные имеют полное право меня предавать и мне нечему здесь удивляться расстраиваться переживать поэтому я себе это организовываю значит первое я уже рассказал да я отключаю телефон дальше я оставлю английский язык в свое рабочее расписание и может быть вы помните из моего предыдущего выступления что я это делаю как фоновые задачи я сразу проставляю на несколько недель вперед минимум на месяц минимум на месяц и я это проставляю и я это заношу свой корпоративный календарь чтобы все сотрудники и все люди которые со мной связаны чтобы они знали что я в это время занята я могу иногда мне спрашивают писать ли там что это английский кому давать доступ на дайте доступ всем дайте доступ к этому календарю всем людям которые могут вас побеспокоить пусть они знают что ты учишь английский поверьте мне пока еще люди с уважением относятся к тем кто учит английский потому что изучение английского языка для очень многих пока еще проблем если вы меня слушаете это очевидно для вас это тоже тоже проблема хорошо что еще я делаю для того чтобы я учил английский значит все кто меня могут побеспокоить я смотрю перед перед занятием я смотрю а чтобы там могло случиться или кто меня может побеспокоить я и в крайнем случае я перезваниваю им самим еще и договариваюсь с важными для меня людьми и близкими или друзьями я договариваюсь о том что они мне помогают заниматься английским языком то есть помогают создать условия для этого вы знаете если мой муж заинтересован в моем успехе если он меня любит конечно да то что он сделает он поможет мне организовать уроки английского языка он поможет мне закрыть двери он может конце концов запихнуть меня в комнату для занятий и закрыть дверь снаружи чтобы я оттуда не ушла то есть люди которые вас любят они могут быть на вашей стороне потому что обычно мне же жалуются на родных и близких мне говорят я бы занимался но мне там семья мешает да как такое может быть семья у нас не для того чтобы она нам мешала для того чтобы она нам поддерживала нам помогала и мы им помогали они нам помогали поэтому договаривайтесь с ними а очень классно договариваться с детьми я знаю почему взрослые не договариваются с людьми потому с детьми потому что если с ребенком договоришься он же тебе потом он 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 не принимает оправданий и если ты сам про косячи что ты потом от ребенка не можешь требовать чтобы не косячил правда же поэтому мы с детьми как раз не договариваемся мы детей обычно использую в качестве оправдания почему у меня не получилось дети они невероятно они не у них невероятно чувство достоинства и никогда дает слова они очень стараются воздержит поэтому если вы ребенка подключите к тому чтобы он помогал вам организовываться поверьте у вас появится очень хороший куч если заниматься вдвоем двоем так вообще хорошо в одно время только с разным преподавать ему Jaacin ладно чтобы друг на друга не смотрели можно разлетись по разным комнатами заниматься вместе что еще я делала для того чтобы заниматься смотрите необходимо знать что тебе нужно делать и поэтому лучше расписать занятия прямо с преподавателем вперед и причем ну что значит вперед не только по времени но расписать еще по содержанию вот на этом уроке будет об этом а вот на этом урока об этом а вот на этом уроке об этом когда ты знаешь что будет там впереди когда тебе там интересненько то тогда тебе тоже хочется чтобы это случилось еще нужно обязательно поставить какие-то промежуточные финиши какие-то промежуточные достижения но да не серия 100 слов выучил а это я вот туда пошел я вот там выступил я вот с этими людьми пообщался поэтому прямо можете для себя наметить какие-то мероприятия а еще лучше купить туда сразу билеты а еще лучше купить билеты дорогие чтобы уже точно надо было ехать я еще могу сказать что вот то что меня поддерживает что не помогает это когда мне нужно там перед кем-то выступить вообще класс просто вообще классно потому что вот этот уровень внутренний уровень внутреннего обязательства у меня всегда очень хорошо поддерживает и еще то что можно сделать и я опять таки могу сказать что для меня это всегда работает даже если я покупаю абонемент это для меня не работает а вот если я оплачиваю каждое занятие для меня это работает если я принимаю правило пропустила занятие деньги заплати ну преподаватель же не виноват да что ты пропустил занятие он бы в это время с кем-то другим поработал поэтому это уж но конечно же такой крайний случай себя не получается но это вот из серии вопрос чести и так давайте я подведу итоги что нужно сделать чтобы не срывались занятия английским языком то есть ты их ставишь вперед заранее ты всем кто может сорвать тебе эти задать занятия ты их всех предупреждаешь тоже заранее ты просишь людей о помощи ты просишь их тебя поддержать чтобы ты не срывал свои занятия и тогда эти люди становятся твоими контролерами твоими менторами твоими коучерами в общем все что угодно там может происходить самое главное что эти люди будут тебе помогать чем больше людей вы подключите к помощи тем чаще у вас не будут срываться уроки успехов удобно у в